Ну вот вы говорили, что евреи от необходимости занимались интеллектуальным трудом, у них нет возможности заниматься земледелием или чем-то еще, чем-то каким-то тяжелым физическим трудом. На мой взгляд, евреи богом избранный народ, он талантлив сам по себе, мне так кажется, причем здесь какие-то ограничения со стороны властей. Вам надо приехать в Израиль и убедиться, какие замечательные урожаи выращивают евреи. Паша, как папа Карла, простите, на плантациях в эту жару и выращивая по 3-4 урожая в год и кормя свой народ и все другие народы. Вам надо убедиться, какие замечательные евреи, слесари, токари, садоводы и так далее. И когда вы приходите, исчезает вопрос, талантливый народ, неталантливый. Я уверен, что можно быть талантливым токарем или слесарем или кем угодно. Просто я еще раз хочу сказать, среда во многом определяет ментальность народа. И когда только народ освобождается и становится полагаться только на самих себя, ну приезжайте в Израиль, посмотрите, как они работают. И вы убедитесь, что поверьте, в военной промышленности Израиля, которая работает на станках, нету иностранных рабочих по определению. И во всех тех сферах, в которых Израиль достиг головокружительных успехов, это же не только программное обеспечение, не только военная промышленность, не только аппараты какие-то. Это еще и ежедневная жизнь. Это работа в садах, в полях, я не знаю, простите, ну где угодно, на заводах, на фабриках. Нету своего дерева, но деревообрабатывающая промышленность серьезная. Ну и так далее. Поэтому, я не знаю, талантливый народ сам по себе. Да ну, да ну, я бы не сказал. Ну, нет. Естественно, Господь Бог ставит задачи с самого начала. И эти задачи, как бы, из поколения в поколение вырабатываются определенные отношения. Но я же не расист, я ненавижу это. Когда говорят, вот этот народ сам по себе, как бы, да ну глупости. Нет. Мотивация. Вот чем вы мотивированы? А у других людей говорят, ну, что мне делать, там, я алкоголик, сын алкоголика, внук алкоголика, типа, у нас еще не делай, все равно ничего не добьешься. Ну, простите, но так же можно оправдать все, что угодно, в том числе собственную лень. А история показывает, что очень часто в семьях алкоголиков, я не знаю, там, Ломоносов, не сын светила, а как бы из грязи, да в князи, в буквальном смысле этого слова. И каждый второй, он как бы доказывает расхожую истину о том, что в любой семье может родиться любой человек, да. А дальше это уже среда, воспитание, ношение, и опять-таки личная ответственность перед Господом Богом, конечно, в итоге, да. А вот все остальное, это просто как бы неуклюжая и неудачная попытка свалить свою собственную несостоятельность на жизненные обстоятельства. Вот я в этом абсолютно уверен. Я не уверен, что народ Израиля вот какой-то такой. Ну, не знаю, но с детства своего, сколько я помню, мой папа, когда у меня было свободное время с ним, я же его папу в своей жизни не видел никогда выпившим. Я же не помню, что он когда-то ругательное слово сказал. У него было свободное время, он собрал со мной в шахматы играть. Ну, почему? Что, я там сильный шахматист? Конечно, нет, но тем не менее. Поэтому, нет, я не думаю, что вот. Прекрасные зимние племпажцы, садоводы и строители, и токаря. А? Трудолюбивные слова. Абсолютно, ну что вы, ну, приедете в Израиль, посмотрите, что они сделали с пустыней за 60 лет. На земля, на которой, ну и землей-то назвать нельзя, это камни, в которой воды нету вообще, все искусственно орошается. Я же вырос отсюда. У нас, как бы, или засуха, или наводнение. В Израиле никогда не бывает воды. Урожай исправный, так что кормят, я не знаю, себя и полмира еще. Понимаете, это как бы не вопрос. Земля текущая молоком и медом, потому что люди работают на ней, страшно работают. Посмотрите, да. Поэтому, да нет, уверен, нет. Работать надо. Работать надо, типа, вот и все. А мы же, типа, я же отсюда, мне же нечего, что у нас, что у нас, когда на Украине казалось малейсеньких дуры. Я хорошо знаю, как работает наш народ. Знаете, ирония, я был в Израиле, естественно, уже в 92-м году, когда началась война в Персидском заливе. И Америка, значит, как бы Ирак захватил Кувейт, Америка подралась с Ираком, а ракеты полетели, естественно, на Израиль. То есть, как бы всегда. Не важно, кто дерется, двое, трое виноват всегда Израиль. И я помню, в самую первую ночь, я был на работе, я был на дежурстве, и 7 ракет падают на Израиль. Мы не знали, или это химическая атака, или нам говорили, что у всех были противогазы. Моя жена дома, в насто время еще не было детей. Я на работе, я ей позвонил, она уже в противогазе, потому что вам сказали, немедленно надеть противогазы, как только будет сирена. И мы все надели противогазы. И я попал, зашел в первый попавшийся дом на улице, мне открыли дверь, было 2 часа ночи. И мы просидели в противогазах до 7 часов утра, нам не разрешали снимать противогазы. Потом по телевизору объявили, что противогазы можно снять. Почему? Потому что мы не знали, или это газовая атака, или как бы конвенциональная атака. Потом оказалось, из 7 ракет, то есть как бы одна упала от труда, это были советские ракеты, скады, которые мы продавали Сирии и Ираку. Ну и Ирак как бы использовал. Оказалось, они смеялись израильтяне потом, что как бы большинство ракет впало куда-то в море, из-за хороших систем наведения, которые делались у нас на заводах, видимо, в конце месяца. Но самое поразительное, что 2 ракеты упали и не взорвались, когда их хотели, как бы, ну, там, детонировать, оказалось, что у них боеголовки начинены бетоном. И делались они в конце месяца. То есть, когда надо было давать план, потому что вначале все лежали мертвые от, как бы, от перепоя, знаете, 2 раза в месяц. А в конце месяца надо было подгонять план. Но их делали на советских заводах, на военных заводах. Израильтяне надрывали животы. Понятно, что, как бы, делали, не знали, что их отправляют в Ирак. Делали ракеты, там, какие-то шутники, там, Василий Петров или Петр Васильев, типа, залили глаза или не залили, сделали ракеты. Сделали шутку, их заскладировали. Ну, вот это качество работы. А, конечно, валить можно на все, что угодно. На тяжелое детство, и на папу-алкоголика, и на наследство сталинизма, или там, как бы, неважно, или на проклятый американский империализм. Вопрос остается тот же самый. Понимаете, вот или работаем, или не работаем. А когда люди работают, то, что там говорите, это видно. Так что, давайте не будем делать бетонных боеголовок, и все будет нормально. Еще, пожалуйста, спрашивайте. Меня очень сильно взволновал вопрос о том, чтобы, если мы занимаемся благовестием, то, в первую очередь, к евреям. И я начал напрягаться, где их найти. Я думаю, все задались таким же примерно вопросом. Где их взять? Их нет, и на всех не хватит. В Курске, по крайней мере. Смотрите, вопрос очень простой. Хороший вопрос. Правильный вопрос. На самом деле, Бог же знает ситуацию. Бог же не дает вам невыполнимых задач. Если в вашем окружении нет евреев, ну и не надо себя напрягать. Если Господу Богу будет угодно, Он приведет в ваше окружение евреев. Или же, Он сделает наоборот, что вы попадете в ситуацию с евреями. Просто, когда вы попадете, вы должны помнить, в чем ваш приоритет. Бог никогда не будет вас спрашивать того, чего как бы у вас нет. Если на данной дороге, в которой вы есть, стоит пробка. Да? Как вы в Москве. И написано, ограничение скорости 70 километров. Но это глупость. Понятно, что 70 километров. Какие 70 километров? Вы стоите полтора часа, вы не движетесь. Однако, этот знак действует. Это значит, что когда пробка рассосется, ваша скорость не может превышать 70 километров в час. И тот факт, что вы стоите в пробке, не отменяет этого знака, хотя сегодня его применить нельзя. Понятно, да? Вот вы стоите. Теперь, когда пойдет, когда вы окажетесь в окружении евреев, или когда они приедут сюда, или вы поедете туда, или вы увидите, вы должны помнить, опа, начал действовать знак 70 километров в час или 50. И еще, вторая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Может быть, Павел имел это в виду в отношении себя. Он любил свой народ очень сильно. Он сам говорил об этом. Что непредалимая печаль сердцем о народе, о братьях моих. Относится ли это к... Я желал сам быть отмеченным. Относится ли это к евреям, к язычникам, к уверующим, к язычникам? Потому что там в Деянии читаешь место такое, что разошлись, проповедовали Евангелие в основном евреям. И упоминается, а были некоторые из них, там, понимается, национальность, которые благовествовали Евангелие и Эллином. И была рука Господня с ними, и великое число там веровал. И... То есть, я тоже подумал, может быть, все-таки язычникам нам это не относится. И еще я слышал одно толкование. Давайте я отвечу, а потом. Относится, без сомнения. Потому что это основополагающий принцип евангелизации. При возможности идти проповедовать, во-первых, Иудею. Тот факт, что у Бога нет лицеприятия, не означает, что у Бога нет различия. Я еще раз хочу подчеркнуть. Мы нелицеприятие понимаем как отсутствие отличий. Это неправда. Каждый человек имеет свое место, свой план. В Боге, в Троице, есть определенная иерархия. Это не значит, что Отец это Сын, а Сын это Дух Святой. И Дух Святой это Отец. Есть определенная добровольная иерархия с различными функциональными отправлениями. И с различным отношением друг к другу. Это не значит, что они не равны. Но это значит, что перераспределяется функцией внутри этой Троицы. Согласно определенным стандартам, установленным самой же этой Троицей. То же самое и здесь. Отсутствие лицеприятия не означает, или равенство, не означает отличий в подходах. Например, и мужчина, и женщина ответственны перед Господом Богом за свое спасение. Однако, мужчина держится ответственным за грех женщины, как и в данном случае с Евой. И от мужчины требуется любить женщину, в то время как от женщины требуется только уважать мужчин. Являются ли они в равной степени ответственными, нелицеприятными перед Господом Богом за возложенные на них функции? Ответ – да. Являются ли эти функции одинаковыми? Ответ – нет. Поэтому, точно так же, обязанность по евангелизации различна по отношению к различным народам, в веру того, что определяет Господь Бог. И приоритет еврейский вовсе не означает преимущество евреев в глазах Господа Бога. Хотя, в Посланнике 3 глава говорит о том, что есть определенные преимущества в обрезании и в том, что верено в Слово Божие. Когда обратился, покаялся в церковь, был один человек из союза ИХБ, который подошел ко мне и сказал такие слова. Ну, теперь главное, чтобы веровала твоя семья и твои близкие. И привел, по-моему, место такое, что, когда вы веруете, там, будет правоедно евангелие в Иерусалиме, потом иудеи до края земли. И он сравнил это, типа, вот сначала твои близкие, твои родные, потом дальше, так потом. Это совершенно ненужное отдухотворение или аллегорическое восприятие. Там написано «Иудея», «Самарь». Можно сделать все, что угодно. Понимаете, как бы можно вчитать в текст писания все, что угодно. Существует, как бы, четыре метода, при помощи которого мы толкуем писание. Первый – это буквальный метод. Второй – если буквальный метод не годится, например, отрежь себе руку или вырви глаз, мы переходим к гомелитическому методу, который использует как бы его как аппликационный материал. После этого есть так называемый метод догадок или метод намеков Ремес на иврите. И последняя – это так бы аллегорическая ступень, если все три предыдущие не годятся. Это таинство, которое есть, здорово толковать такие книги, жанровые, какими являются откровения или определенные куски Езекииля или Даниила. То есть жанр литературы, есть разная литература библейская, она диктует и герменевтический инструмент, при помощи которого исследуется этот текст. Когда вы подходите к месту, пусть будет писание проповедовано или Слово Божие, как бы в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и до конца земли, автор имеет в виду то, что он имеет. Зачем как бы одухотворять или спиритуализировать текст, который совершенно очевиден? Зачем это делать? Нет такой необходимости. К сожалению, что я наблюдаю, вот поразительная совершенно и очень вредная, я бы сказал зловредная привычка христианских проповедников приводить места из писания абсолютно без всякой связи с тем, что имел в виду автор. Потому что ему так кажется. На самом деле мы в результате имеем некую какую-то сказку про белого бычка. А ведь на самом деле можно любой текст писания применить к любому месту, при определенном ухищрении и при определенной искусности. Есть ли в этом необходимость? Я не думаю. Богодухновенность писания не в том, чтобы затыкать любые дырки любым текстом, а в том, чтобы применять его конкретно к тому месту и в том смысле, в котором он сказан. Вы не можете пользоваться любым материалом для того, чтобы говорить или толковать любые места. Это безграмотно. Поэтому я вполне допускаю, что этот брат замечательный, брат любит Господа Бога. Просто мне кажется неправомерным использование этого текста по отношению к себе. Это никакого отношения к себе не имеет. Есть прекрасные тексты из Тита, есть прекрасные тексты из Исхода, которые говорят об отношении к твоей семье, к твоим детям, что вы должны делать. Прекрасные тексты в притчах, прекрасные тексты в отношении семьи к своей жене из песни песней. Еще один метод, абсолютно ненужный аллегорически, когда из песни песней постыдно, каким-то образом делается пособие по отношению между человеками и церковью, или церковью Иисусом Христом, вместо того, чтобы читать это как гимн любви между мужчиной и женщиной. В этом нет никакой необходимости. Понимаете, никакой необходимости нет. Потому что на самом деле это то, что написано. Зачем вчитывать туда места, которые Писание абсолютно не имеет в виду. Я думаю, это очень неприятная тенденция, которая отчасти свойственна русскому протестантскому движению, как и русскому православному движению, а в отличие от западного протестантизма. Которое, еще раз хочу сказать, восточная традиция, а именно к неотноста православия, всегда была склонна мистифицировать контекст и текст Писания, в отличие, скажем, от схоластов типа Фомы Аквинского и всей средневековой холастикой, у них другая крайность католической литературы. И как следствие этого протестантской литературы западной, которая унаследовала все-таки серьезную традицию толкования Писания католическую, в отличие от православия, которая очень серьезно повлияла на местное протестантское движение. Очень серьезная степень. Мы должны это помнить. Это надо знать. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Пожалуйста. А где тогда, у нас же наш мир христианский, протестантский наполнен подобными толкованиями? Вот, допустим, про Церковь, про Христа и Церковь как невесту, в отношении песни, 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 песни. Это навсегда говорится. Тогда где найти правильное толкование? Читайте Писание, как оно, есть очень простые методы. Я позволю себе. Или искать толкование иудейских. Да не надо вам ничего искать. Давайте я попытаюсь нарисовать схемку. Есть такое слово, которое называется Paradise на английском языке. Вы знаете, что оно значит? Right. Это слово происходит от слова Pardes, которое на персидском языке, из персидского вошло в иврит, обозначает внутренний сад для закрытого пользования. Pardes. Отсюда слово Paradise и так далее. Это слово, например, используется для того, чтобы указать конкретную библейскую, проверенную веками или тысячелетиями, герминевтику или инструментарий для толкования библейского текста. Для толкования библейского текста. Всегда. Это классический еврейский метод, метод, который использовал Иисус, даже в своих притчах, метод, который использовали власти. И от него не надо далеко уходить. Это метод. Суть его состоит в следующем. Четыре буквы. Одно. Prat. P. Обозначает дословный или буквальный. То есть первый метод, при помощи которого вы обязательно подходите к тексту, вы испытываете, можете ли вы истолковать его буквально. Любой текст. Вначале было небо и земля. Или земля же была безвидная и пустая. Или Господь ходил в тени. Или же змей сказал. Если написанный текст допускает буквальное толкование, вы должны в этом месте остановиться и дальше не идти. То есть, например, если ты у меня красивая, или говорят, у тебя шея как у верблюдицы. Не думайте говорить своей жене, что у нее нос похож на верблюдицу, типа, ей это не понравится. Вы можете сказать, как любит моя жена, грозная, как полки со знаменами своей жене. Это ей нравится, моей жене. Но если вы скажете ей, что, я не знаю, ты похожа на ослицу или верблюдицу, или на лошадь, не надо. Но это как были представления о красоте тогда. Но, если написано, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, то понятно, о чем идет речь. Не надо придумывать, что Бог – это значит вселенная, а мое сердце – значит моя печень, поэтому, или мой желудок, поэтому все, что я могу как бы кушать и потреблять в свой желудок, не надо этого делать. То есть, есть конкретное место, говорят, написание. Если песнь песней говорится, выйди, мы с тобой будем наслаждаться, я буду наслаждаться твоим станом, я буду лапзать твои уста, это нормально, тут нет ничего дурного. Это, ну что мы делаем, ну что мы прикидываемся, это нормальные отношения мужчины и своей жены, не любовницы. Мы должны на этом месте сказать спасибо, остановиться. Мы можем приводить это как иллюстрации к чему угодно. Иллюстрации не значит аппликации, две разные вещи. Мы можем говорить, это напоминает мне вот это, но говорить, что там написано это, это неправда. Знаете, Высоцкий пел, это мне напоминает индо-пакистанский инцидент. То есть, как бы напоминает. Мне мало ли что может напоминать. Мне, знаете, этот прожектор может напоминать солнце, а Вы можете мне напоминать моего друга. Но это не значит, что Вы мой друг, а это солнце. Это значит, мне напоминает. Я могу сказать, что мне напоминает песнь песней, там, я не знаю, балладу служил Гаврила дровосеком. Все что угодно может мне напоминать. Если я Вам скажу, я не знаю, простая вещь, что я сегодня разговаривал с собакой утром, то Вы скажите, а что он здесь делает вообще? Пошел бы разговаривать с собакой дальше. Но если я Вам скажу, что мне приснилось, как будто я разговариваю с собакой, это вполне нормально. Моя жена с животными постоянно разговаривает во сне. Тут ничего ненормального нет. Поэтому если хотите сказать, что мне напоминает, или оно выглядит как, нет проблем. Но не говорите, что я там написал. Там этого не написано. Это как бы прад. Рэш, рэмэз, намек. То есть, если вдруг, по какому-то обстоятельству, Вас не удовлетворяет текст, его буквальное толкование, например, там, вырви, там, опять-таки, свой глаз, или отсеки руку. Значит, понятно, этого не можно делать, потому что на другой день бы все христианская церковь превратилась бы в братство без ног, без рук, без глаз, без языких, обрубков. Как бы и почивала бы благополучно там, где ей должно быть на кладбище. Не может быть этого, правда? Вы ищите какой-то намек. Значит, Вам позволительно сделать шаг вперед от этого буквального прад. Толкнование, перейти к рэмэзу, намеку. И Вы должны искать, что же это на самом деле может значить. И Вы делаете как бы один шаг, не очень далекий шаг, но Вы начинаете искать как бы вокруг, на что намекает Вам этот текст. Если Вам ни на что он не намекает, Вы делаете следующий шаг, переходите к букве Д, Драш, которая обозначает проповедь, или некая форма гомилетики, когда Вы свободно используете этот текст для иллюстрации, опять-таки, библейских идей. То есть, первое, дословное, второе, некий намек или указание на правление. Третье, Вы имеете право, если у Вас нету в первом и во втором доказательстве, применить его для обоснования своих, каких угодно идей, но не вчитанных, а библейских. Если, например, все-таки не первое, не второе, не третье, ничего не дает, Вы переходите к сод, или к тайне, или мистика, или тем вещам, которые на самом деле уже не объясняются. Именно Вы имеете право толковать при помощи сот книгу Откровения, которая перекликается, естественно, с этим, как у Гребенщикова, волом исполненных очей, помните, золотой какой-то там орел летящий, и так далее. Это все образы. Вы имеете право просить Дух Святой, дать Вам возможность истолковать. Иногда часто Вы приходите к заключениям, которые немыслимы, например, как можно истолковать дерево, которое одновременно стоит, 22 глава книги Откровения, по краям реки и посреди реки, одновременно, как бы и то, и другое, или, или. Или, например, каким образом можно истолковать колесницы Божьей, которые есть у языки Иля, или у которой есть в Откровении. Люди пытались сделать, но их исходили с ума, потому что это как бы больше, чем трехмерное пространство. Вы можете использовать вот этот аллегорический метод. То есть, мне кажется, что по моей молитве Господь Бог что-то сказал. Но, если бы Вы могли построить конкретно колесницу по этому чертежу, Вам не надо было переходить бы ни к Ремезу, ни к Драшу, ни к Соду. Когда Моисей на горе увидел Скинию собрание, он пришел, он дословно пересказал Бецалелю, и Бецалель конкретно построил по этим чертежам. Буквально дословно. Если есть возможность, мы делаем. Если возможности нет, то мы идем дальше, 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 дальше. Поэтому оставьте как бы иудейское, не иудейское. Делайте каждый следующий шаг только по мере необходимости, если она возникает. Если она не возникает, я не вижу оснований, почему считать, что отношения, освященные между мужчиной и женщиной, должны быть постыдными. Я знаю почему. В русском языке замужество называется браком. Брак. Как говорит моя жена, хорошую вещь браком не назовут. А на иврите замужество называется кедушин. Происходит от слова кадош, святость. Понимаете? То есть как бы ментальность народа на отношения между мужчиной и жизнью смотрит их в некую святость. В то время как русская ментальность говорит, это брак. Я уж не знаю, почему так произошло. Ну вот так есть. Понимаете? Поэтому отсюда постыдное отношение к интимным отношениям между мужчиной и женщиной. Почему оно такое интимное? Господь Бог нас такими словами. Господь Бог никогда не говорил, что мы должны быть безразличны по отношению друг к другу, холодны и с отвращением взирать друг на друга в постели. Этого нет. Замечательно, когда мы испытываем страсть вожделения по отношению друг к другу. Желательно всю жизнь. Другое дело, что мы должны этим владеть. Что мы не должны 24 часа в сутки об этом думать и только этим заниматься. Это должно иметь место. Но мы должны этим владеть. Не это должно владеть нами. Но это совершенно нормальная вещь, когда мужчина испытывает влечение к своей жене. Когда жена испытывает влечение к своему мужу. Я не верю в христианскую аскезу, которая говорит, главное, чтобы размножаться. А что я чувствую по отношению к тебе не имеет значения. Это сатанинская ложь. Которая, кстати, подвигает очень многих мужчин и женщин в конечном итоге на измену. Потому что человеку свойственно любить друг друга, в том числе и физически. И это нормально. И я думаю, что в этом смысле книга «Песнь песней», если к ней подходит не 14-летний прощаемый мальчик, исполненный каких-нибудь сексуальных идей и забитый гормонами на смерть. А если, например, вы подготовлены для этого взрослого человека, это абсолютно нормальное чтиво, чтение для духовного человека, которое ничего, кроме благодарности Богу за то, что он создал нам такую прекрасную вторую половину, не должно вызывать. У нормального человека. А если вызывает, то это проблемы его, ущербности, а не Господа Бога. И нечего как бы винить или пенять на зеркало, если есть проблемы с лицом. Поэтому «Песнь песней». Применять капликацию как угодно. Но помните, что писалась она для того, она считается второй по святости в Библии книги у евреев после пяти книжек. Потому что если человек одно, если Господь соединил, и он создал из мужчин и женщин, и это прообразы отношений Иисуса и церкви, то это является освященным Господом Богом, эти взаимоотношения. Я уверен в этом. Я еще раз, я не побоюсь повториться, потому что это очень важно. Если ко мне приходят молодые люди, я занимаюсь тем, что я консультирую тех предбрачных, предсемейных отношений. И если они ко мне приходят, и они говорят, мы влюбились. Я говорю, почему вы хотите жениться? Они говорят, влюблены. Знаете, считается, что если ты влюбился, это повод, чтобы жениться. Я говорю, ну а если перестанете любить друга, значит разведетесь. Потому что если влюбленность – это повод для женитьбы, то отсутствие влюбленности – это повод для развода. Так вот, влюбленность не всегда и не обязательно является поводом для женитьбы. Однако, отсутствие влюбленности и взаимного влечения является стопроцентным поводом для того, чтобы люди не женились никогда. Я еще раз повторю. Наличие любви или влюбленности, или вожделения не является ни в коем случае поводом для женитьбы. Однако, отсутствие взаимного влечения и любви является стопроцентным поводом для того, чтобы эти люди не женились. Это моя позиция по этому поводу. И нечего заниматься здесь лицемерием и псевдосмирением, которое имеет вид такового. Это не то, чего Господь Бог ищет. К вопросу о песне в песне. Может быть, когда-нибудь у нас с вами будет курс для взрослых людей. И я читаю курс целый, большой. По этой книге «Песня песней». С большой радостью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!